Вы слышали о профессоре Неумувакине? В чем суть его теории и практики использования перекиси водорода? Как правильно ее использовать для оздоровления организма? Хотите узнать ответы на эти вопросы? Смотрите видео до конца. Проблема улучшения качества жизни каждого человека, продление активной жизни, профилактика хронических заболеваний и острых инфекционных патологий волнует человечество уже очень давно. Использование нетрадиционных способов оздоровления, подтверждение их эффективности теоретическими выводами и практическими наблюдениями позволяет относиться к ним с повышенной внимательностью. Одним из таких специалистов, крупным ученым, врачом, занимающимся космической и нетрадиционной медициной, был Иван Павлович Неумывакин. Кто такой Неумывакин? Иван Павлович Неумывакин – русский советский ученый, посвятивший свою жизнь разработке методов самовосстановления организма. Он стоял у истоков отечественной космической медицины. Ему удалось создать целую теорию восстановления организма при различных заболеваниях, используя свои наработки дожить до 90 лет, сохраняя здравый ум и работоспособность. Теория Неумывакина основана на том, что для того, чтобы не допустить или избавиться от заболевания, необходимо ввести правильный образ жизни, придерживаться принципу здорового питания и способствовать его своевременному очищению. Для поддержания здоровья профессор разработал целую систему рекомендаций, среди которых важную роль играет перекись водорода. В чем значение использования перекиси водорода? Перекись водорода представляет собой периоксид, в котором соединены два атома водорода с двумя атомами кислорода. При ее взаимодействии с тканями организма происходит выделение активного атомарного кислорода, который является сильнейшим антиоксидантом. Под воздействием атомарного кислорода происходит обогащение тканей и клеток кислородом, осуществляется антибактериальный, противовирусный, противогрибковый и антипаразитарный эффект, происходит нейтрализация свободных радикалов. Большинство болезней возникает из-за недостаточного обеспечения клеток органов кислородом, а значит и энергии. Это приводит к нарушению скорости обмена веществ, возможности появления мутации клеток. Вместе с недостаточным поступлением кислорода в клетках происходит недостаточное усвоение питательных веществ, снижается эффективность их очищения, происходит накопление продуктов обмена, что и создает условия для возникновения болезни. В организме перекись водорода образуется в результате синтеза ее клетками иммунной системы. Но не всегда получаемого из нее атомарного кислорода хватает для проведения всех биохимических превращений, тогда и происходит формирование патологических очагов, нарушается правильный бактериальный состав кишечника, развиваются различные заболевания. Как использовать перекись водорода по неумывакину? При употреблении перекиси внутрь могут возникнуть различные неприятные ощущения, которые обусловлены воздействием на тело атомарного кислорода. Так бывает, когда городской житель попадает в лес, так пишет в своей книге профессор. Начинать пить перекись водорода следует с одной капли на 50 мл воды перед завтраком, обедом и ужином минут за 30, либо через 2 часа после. Прибавлять каждый день по одной капле до 10, потом прерваться на 2-3 дня и уже принимать по 10 капель 3 раза в день, с прерывами каждые 2-3 дня. Ограничений курса использования перекиси водорода нет. Еще одним способом применения перекиси водорода Иван Павлович рекомендует проводить закапывание в нос по целой пипетке жидкости, в которой на столовую ложку воды разведено 10-15 капель перекиси, а через несколько дней при хорошей переносимости можно увеличить до двух пипеток в каждую половину носа. Когда из носа начнет отходить слизь, следует аккуратно высморкаться, поочередно зажимая сначала одну, потом другую половину носа. Особенно эффективно такое лечение при заболеваниях верхних дыхательных путей, головной боли, болезни Паркинсона. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Когда поможет перекись водорода? Профессор Неумывакин на основании своих исследований и наблюдений утверждает, что данное лечение окажет положительное воздействие. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, после инфаркта миокарда и перенесенного инсульта. Когда имеются различные кожные заболевания и поражения слизистых оболочек. Если имеются болезни дыхательных путей, причем как острого, так и хронического характера. В случае наличия проблем в работе эндокринной системы при сахарном диабете. Людям, страдающим ожирением, метаболическим синдромом, остеохондрозом позвоночника. После перенесенных тяжелых инфекционных заболеваний, травм, операций. При проблемах с органами мочеполовой системы. Если понижен иммунитет, имеются нарушения в защитной системе организма. Даже при онкологических процессах. Патогенетическое воздействие атомарного кислорода позволяет активизировать работу каждой клетки, а его высокая восстановительная активность направлена в первую очередь на нейтрализацию чужеродных и атипичных клеток и антигенов. Использование перекиси водорода повышает общий жизненный тонус организма, омолаживает его, оказывает стимулирующее влияние на большинство происходящих в нем процессов. Когда нельзя так лечиться? Совершенно противопоказано использовать методику приема перекиси внутрь во время беременности и в период кормления, а также при индивидуальной непереносимости или резком ухудшении самочувствия во время приема разведенной перекиси. Все эти данные получены из книги Неуму Вакина «Перекись водорода. Мифы и реальность». Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!